Товарищи, следующее слово предоставляется профессору ботаники, доктору естественных наук Кембриджского и Оксфордского университетов, депутату в Петросовет от моряков Красной Балтики Дмитрию Иларионовичу Полежаеву. Кембриджску Балтики Дмитрия Иларионовичу Петросову. Как писать? Бурный аплодисмент. Товарищи, придется прекратить курение. Дмитрий Илларионович приехал к нам не совсем здоровым. Господа, я не оговорился, я говорю вам, господа, рабочим, работницам, вам, крестьянам, крестьянкам, вам, красным шолдатам и славным морякам. Вы теперь хозяева и подлинные господа нашей новой Родины. Я вас приветствую, мои товарищи, от лица науки, обязанной думать о вашем настоящем и вашем будущем счастье. Товарищи, пока еще не очень много людей науки присутствует здесь. Но я... Память стерею. Но многие из людей науки еще забывчивее. Да, они забыли, что воспитывались на средства голодного, нищего народа. Они теперь ему платят черной неблагодарностью, черные измеры. Вот у меня был один такой забывчивый ученик. Воробьев, Евгений Михайлович. Разумеется, я его не этому учил. Я его прогнал. Мое сердце, как маятник старинных часов, отстукивает мое время. Да не так-то много его и осталось. Я хочу сказать, что любимое дело требует всей жизни от человека. Мне, старику, особенно приходится беречь секунды. У вас их больше, зато и ваша задача больше. Поэтому я призываю, будьте как можно целеустремленнее. Идите прямо, не сворачивайте, не останавливайтесь ни на минуту. Подвести итог сделанному смогут и следующие поколения. А вы идите. Много ли мало здесь, сидящих в зале, я все равно говорю перед всем миром. И вот им я обязан сказать. С тех пор, как кончился саботаж на почте, я получаю пачки писем от моих иностранных коллег. От ректоров университетов, из Англии, Франции, Швейцарии, от их правительств. Мне предлагают кучу денег. Там мало моратории виллы, чтобы я бросил свою варварскую страну и переехал к ним. Так знаете же, пусть лучше советская почта присылает мне проклятие моих ученых коллег, ненавидящих революцию. Я стою здесь, с моим народом, с моим правительством, с моим, пусть сейчас и не топливным университетом, так как чести, участие в священной революции, я не уступлю ни за какие подачи.